Мастер и Маргарита 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 Говоря о роли и месте императорской семьи в системе власти, нужно сказать, что все-таки в российской государственной системе была сильна роль патримониальных начал. Семья, личность императора жестко не отделялись от государственной системы, поэтому считалось логичным и естественным, что не только наследник престола будущий самодержится, но все его братья, все его родственники так или иначе будут занимать те или иные посты на государственной, в первую очередь на военной службе. И их готовили к этому сразу? Абсолютно, абсолютно. Причем надо сказать, что к концу, правда, уже существования царской России встал вопрос, а почему все великие князья военные? Ну, действительно ли им нужно быть военными? И рассматривался вопрос о том, чтобы они находили себе место, получали должности в других сферах и государственном управлении, может быть, общественной жизни. Вот такая еще случайно интересная фигура, как сын Константина Николаевича, великий князь Константин Константинович, поэт К.Р., писавший под псевдонимом К.Р. Константин Романов, президент Академии и вообще человек, которого прочли на роль министра народного просвещения. Яркий показатель, на мой взгляд, того, что эта тенденция набирала силу, но хотя она и не нашла такого полного воплощения, тем не менее, очевидно, что великие князья, практически все великие князья вместе с императором себя рассматривали как часть вот этой вот служилой системы и старались искренне служить России. Хотя, конечно, можно согласиться с тем, что это удавалось далеко не всегда. Здесь, конечно, и наследственный статус небожителей, членов августейшей семьи иногда играл негативную роль. Было среди великих князей немало людей с негативными личностными чертами, но, разумеется, к этому далеко не все сводилось, как это зачастую можно было прочитать в советских учебниках истории, пропагандистских материалах. Вы знаете, все-таки, когда мы говорим об эпохе Николая I, великий князь Константин Николаевич, как и его старший брат Александр II, в ту пору наследник Александра Николаевича, наследник престола, они родом из той эпохи, и они сыновья своего отца, которого они любили, от которого они никогда не отрекались. Вот если мы говорим о Николаевской эпохе, мы должны понимать одну простую вещь, что Николай I – это фактически родоначальник царствующей династии. Вот кто-то спросит, как так, а как же Романова, а как же там 200 лет до него. Ну вот на самом деле Александр I не оставил наследников, и последние годы жизни Александра I – это большой династический кризис, который кончился попыткой дворцового переворота, попыткой неудачной. И мы видим огромную волю, огромное мужество и решительность Николая I – отстроить заново царствующую династию. Так сказать, многие кирпичики по новой, так сказать, положить в основу царствующего дома. И в этой связи интересное обстоятельство, что вот великий князь Константин Николаевич – это второй сын Николая I, но это первый сын императора Николая I. Да, багрянородный. Порфирородный. Да. Потому что Александр Николаевич, будучи Александром II, был рожден в 1818 году, когда Николай Павлович был еще великим князем. А Константин родился в 1827 году, 9 сентября 1827 года, когда Николай был уже императором. И не то, чтобы Константин этим хвастался, не то, что это его бахвальство, не то, что он претендовал на престол, хотя будут потом ходить такие увлекательные слухи, если будет возможность об этом как-нибудь поговорим поподробнее. Но это первый сын императора. И он объяснял издателю русского архива Петру Бартеневу в свое время, он спрашивал, ну как ваше высочество вы относитесь к тому, что про вас распространялись вот такие слухи, что вы якобы в обход старшего брата Александра презентовали на престол. Он говорит, ну все это ерунда, но поймите одну вещь, мною утверждалась династия. Ну, я думаю, все понимают, о чем идет речь. У императора родился второй сын, и теперь его дело, теперь его престол он не пропадет. И, собственно говоря, Российская империя в тех основных чертах, в которых она утвердилась во второй половине 20-х годов XIX века, она с этими основными чертами доживет до своего конца в феврале 1917 года. Вот это, на мой взгляд, тоже важно помнить. Перед тем, как мы начнем говорить о жизненном пути и некоторых особенностях великого князя Николаевича, один такой ракурс, который поможет нам острее воспринимать все происходящее. Не знаю точно в каком году, после революции или до, скорее всего, все-таки после, Владимир Ульянов потребовал уничтожить всю Великую Евгению, всех великих князей. То есть, насколько новая власть боялась, требовала уничтожения под корень, не считаясь с младенцами, несовершеннолетними, стариками, чистая кровь, не совсем чистая. Под корень, чтобы не было вообще такого понятия, как Великий княжеский род. То есть, вот то русское самодержавие, которого боялись все, оно настолько сильно было укреплено вот в этом институте, императорский дом, что нужно было физически его вырезать под корень. С жуткими, конечно, подробностями все это происходило, и сейчас мы далеко еще не все знаем. На начало 1917 года династия Романовых насчитывала 65 членов. 18 из них вскоре будут убиты большевиками. В Екатеринбурге погибли император Николай II, императрица Александра Федоровна, великая княжда Ольга Николаевна, великая княжда Татьяна Николаевна, великая княжда Мария Николаевна, великая княжда Анастасия Николаевна и цесаревич Алексей Николаевич. В Алапаевске в июле 1918 года были убиты великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, князь императорской крови Иоанн Константинович, князь императорской крови Константин Константинович Младший, князь императорской крови Игорь Константинович, князь Владимир Павлович Полей. В Петропавловской крепости были расстреляны Великий князь Георгий Михайлович, Великий князь Николай Михайлович, Великий князь Дмитрий Константинович, Великий князь Павел Александрович. Российская империя монархическая и во многом традиционное монархическое государство, которая для народных масс, по крайней мере, воплощалась в личности царя, а личность была неразрывно связана с членами его семьи. Хотя царь во многом был сакральной фигурой, но в то же время был фигурой земной, и по реальному поведению его родственников судили о том, как управляется государство, насколько на высоком уровне находится управление этим государством, оценивали и выносили свои суждения. Поэтому, конечно, значение императорской семьи было очень важным, в том числе с точки зрения такого бытового повседневного поведения членов императорской семьи. И, конечно, было очень глубоко укорено представление о прирожденном праве каждого члена императорской семьи на престол. Поэтому, собственно, Владимир Ильич здесь не был изобретателем. Первым, кто выдвинул идею именно с революционными целями истребить всю царскую семью, был Павел Иванович Пестель. Замечательный в своем роде человек. Это очень мало кто знает. Да, намного обогнавший свое время, но он выдвинул еще одну не менее замечательную идею. Как истребить царскую семью? Когда народ верит только в царя, и именно царя, но и членов его семьи считают основой государственной власти, он предложил из среды самих декабристов выделить определенную группу, так называемый потерянный отряд, для того, чтобы эти люди истребили всю царскую семью, затем сами же декабристы их арестуют, объявят их преступниками, которые якобы самочинно совершили это преступление, торжественно придадут суду, на котором эти люди, естественно, заранее получившие инструкции, сами себя во всем обвинят, их торжественно казнят, и волки будут сыты, и овцы будут целы. И в глазах народа декабристы не будут выглядеть цареубийцами, но, с другой стороны, семей-то уже не будет, так что, как ни жалко, но вернуться к прошлому уже будет нельзя. Такой вот весьма своеобразный план, весьма своеобразного человека, отчасти реализованный сто лет спустя. Если мы вспомним еще старых большевиков, которые на открытых процессах обвиняли себя во всяких небылицах, типа шпионажа, то здесь можно задумываться о том, что не только пункт цареубийства в планах Павла Ивановича Пестеля был реализован, но еще и другой пункт тоже нашел определенную своеобразную реализацию, своеобразное воплощение. Поэтому, конечно, вот этот план истребления царской семьи, в истории реализации которого действительно очень много неизвестных страниц, он, конечно, вынашивался и обдумывался революционерами задолго до Владимира Ильича Ленина. Охота на родовольцев, на Александра Второго и убийство его в конечном счете. Покушение на Александра Третьего. Это все звенья одной цепи. Ну, фактически казнь Сергея Александровича в 1905 году. Да, да, да. Великого князя. Да, да. Императорский дом – это была, можно сказать, такая руководящая и направляющая сила Российской империи. Ядрополитической системы. Ядрополитической системы, да. Статья 6 Конституции СССР. И в этом смысле, конечно, важно осознавать то, что Ленин и большевики, конечно, они опасались реставрации. И с этой точки зрения, конечно, ставились вот такие задачи, чтобы искоренять, истреблять императорскую фамилию. И еще и дискредитировать. И дискредитировать ее, безусловно, при том дискредитировать достаточно похабным и неприличным и несправедливым образом, когда, извините меня, фальсифицировались дневники современников, были сфальсифицированы дневники Фрейлины Анны Вырубовой. И, так сказать, вся мыслимая и немыслимая грязь была вылита и на императрицу Александру Федоровну, и на других представителей царствующего дома. И знаменитая история с так называемым пьянством Александра Третьего, в которую, кстати, до сих пор верят и с увлечением цитируют большую часть публики. Это все выдумано буквально на пустом месте, но получило широкое хождение. Они сами по себе, конечно, изумительны. Мы себе представляем царя Александра Третьего, такого простого русского мужика, который отправляется на рыбалку со своим генерал-адъютантом черевяным, прячет чекушку в голенище сапога, говорит, о, голь на выдумке хитра, чтобы Мария Федоровна императрица ничего не просекла, ничего не заметила и не подняла тревогу. Все это так близко сердцу обывателя, все это так и беззабавно, все это так читабельно. Ты читаешь это все и радуешься, что тебе будет кому потом рассказать какой-то веселый анекдот. Но имея в виду, что это все грязные инсинуации, конечно, начинаешь на дело смотреть несколько иначе, понимая, что был сфабрикован такой миф, который потом пойдет гулять. И даже вот меня шокировало в известном смысле, когда один из бывших православных священников, перешедших в другую веру, выступал на телевидении и сказал, ну, конечно, вот это все никуда не годится. И император Александр III, про которого все время говорил, что вот это такой замечательный православный государь, он был на самом деле запойным пьяницей, ну и так далее. То есть как живуч этот миф и как живуча та грязь, абсолютно не соответствующая действительности, насколько десятилетия она укоренилась, так что даже сегодня это все вспоминается и тиражируется. Вот мы сейчас коснулись, как формируются мифы, чтобы дискредитировать понятие аристократии. Да, безусловно. Хотя надо сказать, что иногда эти аристократы, в том числе и Константин Николаевич, все-таки дискредитировали себя своим поведением, личным поведением. На Константина Николаевича было много нареканий в этом отношении. Но и сам принцип аристократии, он, конечно, имеет много плюсов, но он имеет и много минусов. Взбалмошность, иногда грубое, иногда нарочито грубое обращение с окружающими. Бестактность. Константин Николаевич зачастую мог себя вести очень бестактно. Некая высокомерие, основанная на вере в свою прирожденность как члена августейшей семьи, но он таковым и был, но тем не менее, это все равно не оправдывает определенных изъянов поведения. Константин Николаевич очень многих восстановил против себя просто своими манерами. Его зачастую не любили, когда он председательского государственного совета, он, помимо всего прочего, был еще председателем государственного совета, высшего законосовещательного органа империи. Он мог прервать оратора, мог достаточно произвольно повернуть дискуссию в нужное ему русло, что, естественно, вызывало крайне негативное отношение к нему как к человеку, даже не как к политическому деятелю. Его, конечно, многие не любили, а многие ненавидели как либерала. Вот Евгений еще упомянул про легенду о том, что якобы Константин Николаевич собирался отнять престол у своего старшего брата, поскольку он, кстати, Николаевич был парфирородный, а старший брат не парфирородный. Таких легенд было бесконечное количество о том, что он отравил или поучаствовал в отравлении старшего сына Александра Второго, цесаревича Николая Александровича, о том, что многочисленные покушения на родовольцев, на Александра Второго, были организованы едва ли не с участием Константина Николаевича. Ко мне вчера прибежал простой человек, он со страхом и ужасом говорит о мраморном дворце от резиденции Константина Николаевича, и о том же говорят все простые люди. Победоносцев пишет Александру Третьему уже после гибели Александра Второго, что за простой человек прибежал, что он там такого говорил, что значит он говорил со страхом и ужасом, кто после первого марта говорил без страха и ужаса. Ну вот этот комок легенд, он нарастал, катился, но в значительной степени он был подпитан и поведением самого Константина Николаевича, который зачастую вел себя бестактно. Ну я все-таки предложил бы повернуть нашу дискуссию в несколько иное русло по той причине, что вот мы сейчас вспомним все имеющиеся анекдоты и весь имеющийся вот этот негатив. Анекдоты – это очень важный элемент исторической ткани. Безусловно, но… Почему про Константина рассказывали эти легенды? Конечно, повод дал. Услышать, если мы не скажем уважаемым зрителям, что великий князь Константин Николаевич – это отмена крепостного права в России, это правая рука царя-освободителя. Константин Николаевич – это большинство великих реформ 60-70-х годов. Константин Николаевич – это реформа флота, модернизация флота и реформа армии. Причем он сам писал уставы морские. Лично писал некоторые главы, потому что он знал дело хорошо. И вмешаясь со своей стороны, это и загубленные реформами дворянства, как напишут в своих мемуарах Сергей Дмитриевич Шереметьев, один из друзей Александра Третьего, яркий мемуарист, что когда Константин Николаевич слышал про дворянство в период подготовки отмены крепостного права, многие говорили, а что, собственно, будет с дворянами, когда крепостное право отменит. Так что выбросят с парохода истории Константин Николаевич, кривя сухие бескровные губы, злобно цыгил, наплевать на дворянство. Ну, пристрастный отзыв, конечно, было. Но не любил Сергей Дмитриевич Шереметьев Константин Николаевич. А оба аристократы были, кстати. Безусловно. А Константин Николаевич не любил аристократию. Сам будучи аристократом. Но он был из области самой высшей аристократии. А была еще аристократия дворянско-аристократическая. И, конечно, вот эта среда Шереметьевых и им подобных, она создала много-много мифов про Константина Николаевича и про его злобную реплику «Плевать я хотел на русское дворянство». Вот эту фразу, когда Константину приписывали, он категорически отрицал эти свои слова. Ну, здесь можно только заметить, что 23 миллиона русских крепостных крестьян, которые получили свободу, но это не так мало. И, в общем-то, это великое дело. Русский народ стал свободным. И, в общем-то, конец рабства в России, утверждение новой жизни, ее основных начал — это великое совершение. А дальше нам есть что сказать и по военной роли Константина, и по его роли. Флот состоял из разномастных судов, разной конструкции в результате реформ Константина Николаевича. Собственно, тот флот, который погибнет под Сусимой, это будет флот, но не созданный Константином Николаевичем, но унаследовавший принципы строения флота, которые были заложены Константином Николаевичем. Ну, как сказать, в общем-то, после Константина Николаевича было еще замечательных 25 лет великого князя Алексея Александровича, который, в общем-то, за эти 25 лет привел флот в надлежащее состояние. То, что при Константине было совершено две модернизации флота. Первая — это переход от парусного флота к паровинтовому, дальше вторая модернизация — это броненосные суда, это броненосный флот. И все это в кратчайший исторический период. Это с середины 50-х до середины 60-х, 70-х годов. То есть это колоссальный сдвиг. Значит, другое дело, что для того, чтобы Россия была великой морской державой, для этого правительство должно было давать немало средств на флот. И многие близкие к великому князю Лиц, а он генерал-адмирал русского флота, они говорили, что если Россия хочет быть великой морской державой, она должна раскошелиться на содержание флота. Один броненосец — это примерно по меньшей мере 3-4 миллиона рублей. Морской бюджет годовой — 17-20 миллионов. Потому что хронический финансовый кризис, и бюджет все время режут. Значит, его режут по настоянию министра финансов, который очень тщательно считает каждую копейку, и считает, что флот — это такая роскошь, это такая мелочь, укоротив которую ты много не теряешь. Но он вообще все расходы резал министр финансов, и на флот, и на армию. Да, у Константина была воля некоторое время этому противодействовать, но когда его поставили в 1865 году во главе Государственного совета, то есть через Госсовет идут эти бумаги, идут эти решения, он оказался, так сказать, одновременно и в роли адвоката, и в роли палача. Это очень трудно было соединить руководство морским ведомством и Государственным советом, и поэтому те шишки, которые летят в Константина в связи с этим, они в какой-то степени оправданы, но император Александр II знал, что делал, когда ставил своего брата председателем Государственного совета. И тем не менее, Россия получила свой броненосный паровинтовой флот, который развивался. Наследство, которое Константин оставил после себя, оно, конечно, не было ахти каким, но оно не было жалким, оно не было ничтожно. В русском флоте были крупные броненосцы, такие как Петр Великий, генерал-адмирал и другие. Флот имел прочный задел для того, чтобы ему развиваться и на Балтийском море, и на Черном, хотя много, конечно, не успели сделать за 70-е годы, когда Россия ликвидировала ограничительные статьи Парижского трактата и стала восстанавливать на Черном море флот. И, наконец, зародыш Тихоокеанского флота – это тоже эпоха Великого князя Константина Николаевича. Собственно говоря, он подчеркивал мысль, что близок тот момент, и я цитирую его слова из отчета 1880 года, когда не порты замерзающего Финского залива, а порты незамерзающего огромного Восточного океана, Тихого океана, станут служить главной базой для нашего флота. То есть это тот задел, который Константин оставил своим последователям, своим преемникам, что сделал Алексей Александрович за свои 25 лет и как он благополучно привел дело к Цусиме, когда он заходил в театр со своей очередной пассией, и, так сказать, на него пальцем показывала публика, на него и на нее. Вы посмотрите, у нее на каждом пальце по одному нашему броненосцу. Но это уже дело совести Алексея Александровича. Не мудрено, что после Цусимы он сразу подал в отставку. Да, кстати, Николаевич, отличался немножко другим. Ведь когда в 1953 году нужно было оборонять Кронштадт от, возможно, англо-французской интервенции, такая же, как в Севастополе была, это была мировая такая тенденция, нас хотели взять в клещи. Так вот, пушки Кронштадта и система обороны сделала эту экспедицию невозможным. И был случай, когда он пригласил известного промышленника Путилова, ну, Путиловские заводы, чтобы построить несколько канонерских лодок. Вот, но сказал, дорогой мой, вот у меня нет, в казне нет денег, возьми мои 200 тысяч. 200 тысяч – это были огромные деньги. То есть можно было решить систему обороны, выставить, достроить, точнее, оборону Финского залива. Вот за эти деньги – это тоже Константин Николаевич. В эпоху парового флота канонерка – это артиллерийский корабль для действий на реках, в скалистых архипелагах и в прибрежной зоне. В России паровые канонерские лодки стали строиться во время Крымской войны. В России первыми в мире с 1907 года на бронированные речные корабли ставили дизельные двигатели. Башенные канонерские лодки типа «Шквал» были оснащены современными орудиями. Константин Николаевич во время Крымской войны, я ее больше люблю называть Восточной, это правильнее. Да, это поточнее, да. Потому что это война глобальная, а не только Крымская, при всей любви Крымной. Причина, которых в Палестине многие забывают, это еще там есть. Безусловно, но это и Балтика, и Север, и Дальний Восток, да, то есть это глобальное противостояние. Бомбардировки Петропавловска, Славкова монастыря, да, и многих других. Значит, объектов на побережье. Так вот, во время Крымской войны, Восточной войны, великий князь Константин Николаевич проявил колоссальное самопожертвование. У него была одна особенность, вот, все удивятся, как же так, у человека столько дворцов, Павловск, Стрельно, значит, мраморный дворец в Петербурге. Еще у него был, пока не сгорел, большой дворец в Арианде в Крыму и так далее. Как же так, такой богатый человек, столько дворцов, а он говорит, я еле свожу концы с концами. Другие сыновья Николая Первого получили, так сказать, свое наследство деньгами. Константин получил дворцами, ему надо было постоянно думать об их поддержании в должном виде, об их, простите, ремонте и прочих работах и делах. И когда Константин Николаевич просто, не глядя, отдал 200 тысяч только вот в качестве разового взноса на строительство канонерок, призванных защитить Финский залив от англо-французской эскадры, он еще с такой легкостью своему помощнику Головнину написал в записке, что вот тебе, бабушка Юрий, в день наш стрелянский дом обратился в канонерские лодки. То есть человек шел на эту жертву, шел на этот шаг без всякого сожалению. Он был патриотом России, он болел за дело, за дело морское, за дело обороны Отечества. И ему удалось в 1854-1555, начале 1856 года построить на Балтике несколько первых крупных паровинтовых судов и огромную флотилию паровинтовых канонерок. 75 штук, 75 лодок, которые закрыли финляндские шхеры, закрыли подступы к Кронштадту и к другим важным балтийским крепостям России. То есть мы видим, что вот эта роль, которая все время остается немножко в тени, немножко на обочине, когда мы изучаем историю войны 1953-1956 годов, мы как-то все время это пропускаем мимо. Вот вам, пожалуйста, то, что удалось сделать на Балтике, что лишило возможности неприятеля хоть как-то угрожать Кронштадту и Петербургу. Плюс еще интересный факт, их много, в частности, один из родственников знаменитого Нобеля, от которого пошли известные премии, но это был русский Нобель Эммануил Нобель, это человек, который занимался минированием подступов к Кронштадту. Это прекрасный русский физик Якоби, плюс Нобель, это мины в Финском заливе, на которых подрывались неприятельские суда, и это то, что обеспечило прочные, ну, насколько это было возможно, позиции России на Балтике, учитывая, что парусный флот просто сгнил. Началась Крымская Восточная война, Николай I очень надеялся, что все эти винтовые опыты англичан – это все полная ерунда. Оказалось, не ерунда, и когда англо-французская эскадра входит в Финский залив, Николай собирает совещание и говорит, ну, ничего страшного, какая глупость, какие-то англичане с французами вошли в Финский залив. У нас две морские дивизии в Кронштадте, одна в Свяборге, Финляндия. Вот мы двинем наши эскадры, наши морские дивизии из Кронштадта, из Свяборга, поставим неприятеля в два огня и уничтожим эту эскадру. И вот тогда Николаю открывают глаза, ему говорят, Ваше Величество, ничего не получится, потому что наш флот парусный, а у них винтовой. Поэтому наш флот просто сгорит. И парусный флот, он спокойно гниет в Кронштадте, в Свяборге, в других местах. Он уже не играет никакую роль, это просто, в лучшем случае, блокшифы, это плавучие сараи для инвентаря. А Константин Николаевич употребляет колоссальную энергию на создание первых паровинтовых судов. И вот вы вспомнили об Апутилове. И вот в связи с этим маленькая история, это такой анекдот из жизни. Когда Путилов договорился с мастерами к каретной мастерской Министерства императорского двора, значит, это мужики, которые занимались починкой и изготовлением карет. Он проплатил им работу, чтобы они занялись изготовлением винтовых двигателей для канонерских лодов. Собраны были под крылом Константина Николаевича блестящие интеллектуальные силы. лучших чиновников, молодых, образованных, получивших прекрасное образование. Константиновские орлы, как их называли, которые потом были расставлены на важнейшие министерские посты. Головнин стал министром народного просвещения. Да, прошу прощения, Головнин стал министром народного просвещения. Рейтерн стал министром финансов, ряд других фигур. Очень важные шаги по развитию гласности и так далее. Но это довольно быстро прошло. Это все бурлило и кипело во второй половине 50-х годов. Августейший лидер всего этого наслаждался своей ролью в обществе. Позиция, как мы знаем, довольно характерная вообще для либеральных реформаторов. Купаться в лучах славы, встречать рукоплескание публики. Особенно либеральной публике, в первую очередь западной публике. Всех приветствовать, наслаждаться вниманием. А потом, когда становится ясно, что результат этих реформ очень красивый, очень замечательный. Становится ясно, что результат этих реформ, как и любых реформ, конечно, противоречивый. А самое главное, когда становится ясно, что эти реформы это не одноразовый блестящий акт, а очень долгий, трудный и нудный процесс повседневной работы. Наступает усталость, наступает разочарование. Константин Николаевич при всех своих дарованиях, а он был действительно одаренным человеком, это даже его недруг Шереметьев, которого мы упоминали, здесь признавал, он постоянно вспыхивал, загорался и остывал достаточно быстро. Быстрая вспышка в рамках морского министерства, подъем, потом охлаждение, и в дальнейшем он уже становится, как напишет один из исследователей, не столько лидером, сколько августейшим покровителем морского министерства. Там реально морским министерством начнет управлять адмирал Краббе, очень посредственный и малоприятный человек. Константин Николаевич перебрасывают на другой участок работы, такая практика тоже чем-то напоминающая. Да, Польшу. Он тоже здесь вспыхивает, загорается новыми идеями, неудача, уезжает, перебрасывает на новый участок работы в Государственный совет, здесь тоже неблестящие успехи. Ну вот, тип либерального реформатора, который остается на плаву, хотя последовательно заваливают все те участки работы, которые ему поручаются. Ну вот я бы поспорил. В Польше там был же еще инцидент, и в него стреляли, промахнулись просто, но могли же убить. Да, стреляли в человека, который приехал в Польшу с лучшими намерениями, думал, что его здесь тоже за либерализм примут с распростертыми объятиями, думал, что там проблема в либерализме, а там-то была проблема вовсе не в либерализме, да, вот эта вот грустная российская именно реальность, она начала показывать себя своими грустными, серыми, неприятными сторонами. Там была проблема в создании Великой империи от моря до моря, до Днепра и до Десны, и тут либерализм, нелиберализм, много либерализма, мало либерализма, абсолютно ничего не решали. Польское восстание 1863 года проходило на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Волыни. Целью восстания было восстановление Речи Посполитой. К шляхте примкнули городские низы, ремесленники и рабочие. Восстание продолжалось до осени 1864 года и окончилось поражением повстанцев. В поддержку восставших выступили русский революционер-демократ Александр Иванович Герцен, Комитет русских офицеров в Польше и другие организации. После 1863 года множество поляков переселилось за границу. После подавления восстания российское правительство провело в Польше аграрную и другие реформы. Я, когда писал о Константине Николаевиче свои книги, их у меня четыре уже вышло, я тоже имел некоторые критические мысли на этот счет. Но, друзья мои, все дело в том, что иных примеров противного обратного свойства мы не находим. И если мы возьмем Константина Николаевича, то при всей его увлекающейся натуре, при всем том, что да, он мог увлекаться, мог охладевать к разным вопросам, мы видим все-таки цельную личность. И я сейчас хочу сказать, что у него была масса соблазнов. Все-таки в своей жизни он был претендентом на греческий, венгерский, польский, датский престолы. И многие видели в нем даже претендента на русский престол. Но он не польстился на эту поэзию политическую. И он отдал свою жизнь как раз вот той самой черновой многолетней работе, которая велась с тем или иным успехом, но она велась. И она продолжалась на протяжении всего времени его пребывания во главе флота, во главе главного комитета, который проводил крестьянскую реформу. Человек 20 лет, с 1861 по 1881 год, еще помимо подготовки реформы, возглавлял главный комитет, который являлся высшей инстанцией по крестьянскому делу. Это Государственный совет, это вся законодательная деятельность империи. То есть надо заметить, что он не просто представительствовал как вот так густейший покровитель, но он, собственно, делал же. Он делал. Это ежедневное ухождение в присутствии, вы хотите сказать? Нет, не только. Это регулярная работа по делам, вносимым в Государственный совет. Это, так сказать, выбор приоритетов, которые здесь. Это продвижение важных, ключевых законопроектов, касающихся реформирования важнейших областей русской жизни, так сказать, государственного управления, местного самоуправления, судебной системы, военной системы и так далее. Это большая, черновая, кропотливая работа. И вот когда я поймал себя на мысли, что... А не слишком ли мы сурово оцениваем великого князя Константина Николаевича, при том, что он взвалил на себя эту огромную ношу, он был правой рукой Александра Второго. И когда кто-то говорит, ну вот он не монарх, конечно, он не монарх, но это во многом тень царя-освободителя на протяжении его царствования. У них были разные периоды отношений, были отношения очень близкие, очень дружественные. Бывали периоды взаимного охлаждения, даже конфликты бывали. Но Константин – это, так сказать, спутник всего царствования Александра Второго. Это второй человек в империи, большая часть вот на протяжении этого периода. И все, что мы можем положительное сказать про эпоху великих реформ, вся эта похвала, она может быть адресована великому князю Константину Николаевичу. Что касается Польши, да, в Польше он пытался провести реформы, так сказать, направленные на автономизацию царства польского. Он потом понял свою ошибку. Но не дело царского брата, так сказать, стоять во главе карательного дела. Поэтому, естественно, его отозвали из Польши в конце лета 1863 года в разгар восстания. Но то, что Константин, честно, став польским наместником, уже на второй день своего наместничества получил пулю... На второй день? На второй день. Он прибыл 20 июня 1862 года в Варшаву. Вечером следующего дня при выходе из театра он получает пулю. В него подмастерье Ярошинский, так сказать, польский 19-летний революционер, стрелял в упор. И просто чудом Константин уцелел. Пуля пошла не в грудь, а пошла наискосок, прострелила ему ключицу, вышла через плечо на вылет и повисла на шнурке Ипполета. Он честно получил эту пулю, и он честно служил русскому царю. И отечеству на посту наместника, так, как он мог, как он умел, совершая ошибки, имея заблуждение. Но Александр II никогда к своему брату не предъявлял за Польшу никаких претензий, потому что он знал, что брат пролил кровь за него. Он был человек, конечно, вызывавший, умевший вызвать сильные отрицательные эмоции, и это не случайно. Да, вы говорили. Да, был, например, записной либерал в правительстве, военный министр Дмитрий Милютина, о котором мы тоже, по-моему, говорили. Политически его многие ненавидели, но лично он был такой вот человек, который лично ни у кого не вызывал отрицательных эмоций. То же самое можно сказать и о других, о многих других либералах. О головне не том же самом. Над ним даже посмеивались, хотя вот уже он был записной либерал, но и министерский пост занимал в течение четырех лет немаленький пост. А вот Константин Николаевич, он вызывал такую личностную неприязнь, так вот он умел себя поставить, что у многих вызывал очень сильные отрицательные эмоции. Он же был женат на принцессе из рода альтенбургских князей. Альтенбургских. Она не родственница ему была, по-моему, там какая-то дальняя все-таки считалась. Нет, у альтенбургского дома были свои, так сказать, проблемы. Ну, то, что немецкие дворы были поставщиками невест, это, в общем-то, да. Брать был достаточно счастливый, это же, там много детей родилось, по-моему. Ну, первые десятилетия, скажем так, он был в целом счастливый, то есть где-то первые 15-16 лет. Но другое дело, что его супруга, великая княгиня Александра Иосифовна, к сожалению, унаследовала некоторые недуги, присущие альтенбургскому дому, герцогскому. И, в частности, вот это отразится на судьбе старшего сына Константина Николаевича, великого князя Николая Константиновича, который был болен клептоманией, ну, и еще некоторыми подобного рода проблемами. Что касается Александра Иосифовны, то с ней все было прекрасно, особенно в первые годы, в ней души не чаял Николай Первый. Она была очень красивая женщина в молодости, безусловно. И, в общем, Николай был рад за своего сына, ну, и сам, в общем, очень тепло относился к Александре Иосифовне, к Санне, как ее называли в семье. Но все веселье началось где-то году в 1854-м, когда Александра Иосифовна с одной фрейлиной увлеклась сеансами магнетизма. И когда они начали друг друга магнетизировать, вот с этого момента, конечно, началось плавное сползание к семейной катастрофе. Потому что сначала фрейлина Анненкова долго магнетизировала великую княгиню, а та – ее. И все это были невинные шалости. Потом Анненкова сказала, что я беременна от злого духа. Вот. Все испугались, стали разбираться, как можно быть беременна от злого духа. Медик осмотрел фрейлину, сказал, ну, в общем, Анненкова действительно беременна, только не от злого духа, а от вполне конкретного, так сказать, какого-то человека, мужского пола. И все будет хорошо. Да, и все будет хорошо. Поэтому в итоге, значит, это был первый тревожный сигнал. Потом, собственно говоря, нервные расстройства, которые происходили у Александра Иосифовны в второй половине 50-х, первой половине 60-х годов, ее начали лечить. И, в общем-то, вот с 1864-65 года семейные отношения начинают плавно прекращаться. В общем, великому князю досталось. Ему досталось. Бывает. И то, что великая княгиня устраивала ему жесточайшие сцены, кстати говоря... Можно не рассказывать, я хорошо себя представляю. Вот, значит, в конце концов, да, поначалу эти сцены не имели под собой никаких оснований. Вот это важно заметить. Потом уже основания появятся. Ой. И дальше уже продолжение увлекательной личной жизни Константина Николаевича. Ну да, там была семья, и все не получили там вроде как и признание там... Личное потом потомственное дворянство получили. Там не все дожили до совершеннолетия, дети. Ну там некто. Потом линия прервалась. Девушки вышли замуж, и как бы все это успокоилось. Но чтобы сохранять приличие, это вот как бы никто это не замечал. Да. В конце, вернее, в завершающей части нашей передачи, мы, конечно же, не можем обойти то, что сказали в самом начале. Это история с Аляской. Вот хотя можно говорить о ней долго или коротко, но вот конкретно великий князь тоже приложил к этому руку, считая, видимо, как специалист по морским делам. Он понимал значение коммуникации, сколько это будет стоить империи, поддержка этой заморской территории, традиций мало. Значит, Николаевская дорога еще не построена, имеется в виду, Транссиб. Александровская. То есть Александровская, да, 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 да. При Николаеве втором было. Вот, то есть этого еще не было, поэтому как это все содержать было непонятно, и в итоге в среднем за 4 копейки квадратный километр был продан. Ну вот дело в том, что все-таки Российская империя – это самодержавное государство, в котором инициатором любой важной государственной меры, особенно связанной с изменением территории государства, всегда являлся государь-император. Поэтому сказать, что Константин Николаевич, великий князь Константин Николаевич, который к Александру Второму, конечно, мог обращаться запросто с Сашей, а тот обращался к нему Костя, да, но не мог Константин Николаевич прийти в кабинет государя и сказать, Саша, давай продадим Аляску. Хотя, в конечном счете, именно это он и сделал. Вот, но дело в том, что здесь важна подоплека этой меры. Дело в том, что во время войны 1853-1856 годов североамериканские Соединенные Штаты, уже крупная к тому времени держава, в то время как другие великие державы воевали против России, Соединенные Штаты испытывали к России большую симпатию. И эту симпатию проявляли и на страницах печати, американское общественное мнение, сочувственно относятся к России русским. Американские врачи служили добровольцами в русских войсках во время Крымской войны. Это очень, это практически неизвестный факт. Более того, нашлось немало граждан Соединенных Штатов, нашлось немало американцев, которые были готовы в мировом океане против англичан и французов начать пиратскую войну. Вот в 1854-1855 годах. И русское морское ведомство было поставлено перед выбором. Ну что, желающие есть. Мы организуем каперство. Мы идем на этот шаг, чтобы сделать приятное нашим врагам. Или все-таки мы, учитывая то, что мы все-таки стремимся к миру и так далее, и вообще против разбоя на море, против пиратства на это не пойдем. В итоге не пошли. И чтобы закрепить эту дружбу, а мы должны сказать, что после войны потрясающие планы. Это план строительства прокладки телеграфа из Северной Америки через Русскую Сибирь в Европу. То есть сначала связать телеграфом Соединенные Штаты и Россию, даже ее азиатскую часть, а Европу потом. И еще целый ряд реверансов в обоюдную сторону. И в 1863 году правительство Авраама Линкольна воюет против южных сепаратистов, против рабовладельческих штатов. Россия сражается с польским мятежом и готовится к возможной интервенции, которую могли устроить англичане и французы. И вот в разгар этого кризиса две русские эскадры, одна эскадра, это эскадра контр-адмирала Лисовского, посещает Атлантические порты Северной Америки. А другая эскадра контр-адмирала Попова посещает Тихоокеанские порты Северной Америки. Это демонстрация дружбы, любви, сотрудничества и так далее. Дело доходило до смешного, это все сближение двух наций, когда подгулявшие русские моряки в одном из североамериканских портов, там где-то надебоширили, их привели в местный суд, и судья сказал, ну вы видите этих славных парней, ну что, ну с кем не бывало. Я предлагаю вынести, я выношу им оправдательный приговор, а вам предлагаю угостить их добрым пивом и с миром отпустить на их корабли. То есть идет сближение. Американский посол в Петербурге, мистер Клей, произносит пафосную речь и заканчивает тостом за русского царя-освободителя, утешителя и друга человечества. Это дружба, это назревшее союзничество в отношениях, и есть соблазн сделать еще один шаг навстречу абсолютно бросовая территория. Конечно, не грех бы ее поднять, но там 15 тысяч аборигенов, русских 500 человек на всей территории. Вместе с Владыкой Иннокентием. Америкой, да. Как быть? Отличная мысль. Давайте уступим эти колонии Соединенным Штатам, и наша дружба будет еще крепче. И вот здесь была совершена ошибка. Эту ошибку совершил великий князь Константин Николаевич, как генерал-адмирал флота, как глава морского ведомства. Эту ошибку совершил князь Александр Михайлович Горчаков, как министр иностранных дел. И эту ошибку совершил Александр Второй. Эпоха великого князя Константина требует очень детального, глубокого и многоярусного изучения, для того, чтобы понять истоки того краха, который был уже в 10-х годах 20-го века. Ведь не только война, но и много другого было сделано в то время. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в российскую историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова